Порядка 30 тысяч кирпичей в сутки – такова производственная мощность завода, который недавно открылся в Ноукатском районе Ожской области. Строительство завода начали в прошлом году, подготовили территорию, с начала года произвели запуск. Работа завода вполне окупаема, тем более, что сейчас сезон строительства. Раньше на месте завода был мусорный полигон. В течение года мы очистили территорию, все подготовили. Мы выплачиваем около 600 тысяч сомов налогов и около 200 тысяч сомов соцфонд. Сырье производим сами, кирпичи реализуем на внутреннем рынке. Спрос большой. Подобное производство недавно открыли и в Сузакском районе. Было создано порядка 50 рабочих мест. В Джалабадской области с начала года запущено более 40 предприятий. Работой обеспечены около 160 человек. Хорошо, что у нас в районе появилась работа. Не нужно выезжать на заработки. Я знаю, что это такое. Я пять лет работал за рубежом. Сейчас у меня есть постоянная работа у себя дома, на своей земле, родные рядом. Заработок хороший. Предприятия должны быть локомотивом экономики, сказал председатель кабинета министров Аклбек Джапаров. Выступая на заседании Дюгур-Кукинеша. Он отметил, что в целях реформирования экономики для запуска новых заводов и успешной реализации реформ был создан ряд предприятий. К примеру, создан национальный холдинг наследия великих кочевников. Намерены реализовать более 30 крупных проектов в горнодобывающей отрасли, гидроэнергетике, образовании, туризме и других сферах. Под эгидой ОАО «Каргазиндустрия» планируется реализация проектов по выпуску фурнитуры и вспомогательных материалов для швейной и мебельной отрасли и многое другое. К слову, при поддержке «Каргазиндустрии» будут реализованы инновационные технические проекты. Такие как сборка многофункциональных принтеров, Wi-Fi роутеров, контрольно-кассовых машин, персональных компьютеров и не только. У нас есть много предложений по открытию производств. Сегодня 3-4 проекта уже начинают реализацию. Мы сотрудничаем с нашими партнерами из Китая, с инвесторами реализуем совместные производства. Одним из которых является выпуск оргтехники для офисов. Это инновационные технологии по выпуску компьютеров, роутеров, гибридные контрольно-кассовые машины. В Кыргызстане будет обеспечиваться сборка оборудования. Это отличная возможность для развития предпринимательства и создания рабочих мест. Реализуются программы развития туризма. На эту отрасль делается особый акцент. Прежде всего, это развитие инфраструктуры и информированность граждан. В целях развития отечественной туристической индустрии был создан фонд развития туризма. В этом году начата реализация 34 проектов, в том числе 10 инфраструктурных и 9 информационных. Мы реализовываем грантовые проекты вокруг озера Иссык-Куль. Там будут 5 уже современные туристические сервисные центры. Будут построены в течение 2023 года. И в 2024 году они будут уже работать. Кроме этого, создан фонд поддержки развития туризма. В этом году фонд намерен установить или построить около 20 рез-поинтов, то есть точек отдыха для пребывающих на территорию страны туристов. Новую жизнь дают и простаивающим. Долгое время заводам и фабрикам отметил глава Кабмина Кылбек Джапаров. К примеру, ведется работа по запуску текстильного кластера, по выпуску синтетических и полусинтетических тканей и швейных изделий на базе простаивающего Карабалтинского коврового комбината. Также возвращен государству Карабалтинский ремзавод и госпредприятие «Донозык». Готовится к перезапуску Майлысуйский электроламповый завод, на модернизацию которого предусмотрен миллиард сомов. Государство постепенно отходит от политики продажи простаивающих предприятий и переходит к инвестиционному сотрудничеству и запуску производств.